Танзань Танзань Мы проделаем долгий путь по Саванге, побываем в гостях у племен Хадзе, Датога и Масаи, понаблюдаем за их повседневной жизнью и выясним, удается ли местным жителям сохранить свою культуру, свои традиции и образ жизни под неумолимым натиском западной цивилизации. Танзань Своё знакомство с местными жителями мы решили начать с небольшого и очень самобытного племени Хадзе. Здесь, на севере Танзании, до сих пор живёт горстка людей, добывающих огонь с помощью сухих веток. Мужчины охотятся, женщины копают коренья и верят, что ритуальный танец, посвящённый богам, принесёт дождь. Это уникальное племя, которое, благодаря своей изолированности и обособленности, всё ещё не уничтожено глобализацией. Земля Хадзе раскинулась на территории трёх танзанийских провинций Аруша, Сингиды и Шиньянга. Сюда, в район озера Ияси, этот народ вытеснили более многочисленные и сильные племена Исану, Мбулу и Масаи. Примечательно, что именно в этих местах были найдены самые древние человеческие останки. Именно эти места признаны учёным сообществом всего мира, родиной человечества. Многие путешественники отмечали независимый и даже свирепый нрав Хадзе. Они почти не контактируют с внешним миром. Чем ближе к племени деревни и города, тем меньше дичи можно добыть на охоте. А значит, не хватит еды, чтобы прокормить семью. Всё, что нужно для жизни, им даёт природа. Не всегда щедрая, но предсказуемая и постоянная. Они ведут образ жизни охотников-собирателей, засушливых саван. Говорят на языке хадзапи или хадза. Придерживаются традиционных верований. В редкие минуты отдыха хадзе собираются небольшими группами, курят, поют песни, играют на самобытных музыкальных инструментах, собранных из подручных средств. Перед тем, как познакомиться с представителями племени, мы разбили палатку неподалёку и стали соседями. Через несколько дней, когда охотники к нам привыкли и перестали обращать на нас внимание, мы решились перейти к более близкому знакомству. В качестве угощения преподнесли батон колбасы, который прихватили из Москвы. К счастью, обитатели деревни угощения приняли и попытались съесть вместе с полиэтиленовой упаковкой. Подкрепившись, нужно готовиться к новой охоте. Основным орудием является лук со стрелами. Тетива, как правило, изготавливается из жил антилоп. Наконечники стрел и копий чаще всего делаются из камня, но иногда хадзе удается выменить железные наконечники у соседнего племени до тогов. Когда у нас появляются деньги, мы покупаем наконечники для стрел, много марихуаны, а также табак. Когда у нас нет денег, мы собираем мед в диких пчел и продаем его кузнецу до тога. Металл обрабатывается здесь точно так же, как и 10 тысяч лет назад. Чтобы сделать наконечник для стрелы, кузнецы племени до тога используют металлы, которые можно легко расплавить. Для поддержания температуры в костре дети из племени подкачивают воздух мехами. Далее жидкий металл выливается в специальную форму. Теперь, когда металл затвердел, его нужно остудить и окончательно обработать. Когда наконечник заточен достаточно, зубилом создаются специальные зазубрины, чтобы наконечник остался в теле жертвы. Огонь в местных племенах добывают древним проверенным способом. Из привычных для нас спичек и зажигалок. Чтобы разжечь костер, Хадзе использует сухую палку-сверло и деревянный брусок в основании. И вот, наконец, огонь добыт. Можно сделать передышку. В последнее время Хадзе пристрастились к марихуане. Довольно часто в деревне можно увидеть не только курящих мужчин, но и детей. Все скудные средства, которые Хадзе получает от продажи простеньких сувениров, сделанных своими руками из игл, дикообраза и бисера, старейшины племени тратят на марихуану. После соприкосновения с развитым миром в племена приходят в первую очередь не блага цивилизации, а пороки и дурные привычки. Института руководства группы у Хадзе нет, хотя отдельные люди могут пользоваться влиянием благодаря своим личным качествам. Решения, касающиеся всего коллектива, принимают мужчины. А женщины большую часть времени проводят в жилищах и пытаются избегать мзунгу, белых людей, чужаков. Но все время, которое мы находились в лагере, мы ощущали на себе пристальные взгляды. Большую часть жизни Хадзе проводят, добывая пропитание охотой. Секреты этого древнего ремесла передаются из поколения в поколение. Хадзе оказали нам огромную честь. Они взяли нас с собой на охоту. Едва в кустах раздается шорох, мужчина хватает свой лук и, пригнувшись, беззвучно идет к своей добыче. Хотя крупная добыча куда более привлекательна, охотники Хадзе могут удовлетвориться и менее крупной. Например, антилопой дик-дик, птицами или детенышами долавы. То ли мы по неопытности распугали всю дичь, то ли это был просто не наш день. Наша группа добыла всего лишь несколько мелких птиц. Но даже имея большой опыт, охотник может возвратиться ни с чем. Впрочем, природа Африки благосклонна к человеку. В перелесках саванны множество ягод и корнеплодов, которые могут на время утолить голод. И все же мясо – главное блюдо Хадзе. Когда охотник убивает антилопу, в деревне начинается праздник. Когда мы убиваем антилопу, мы зовем Хадзе из других поселений, чтобы отметить это. В эту ночь мы все вместе устраиваем танцы. Но настоящими мастерами танца и любителями устроить яркий праздник, конечно, являются Масаи. Следующий пункт нашего путешествия – деревня Алпопонге. Наше селение называется Алпопонге и находится в области Тинго-Тинго. То есть вся территория называется Тинго-Тинго. В этой долине насчитывается около 2800 Масаев. Масаи издревле владели землями в долине Серенгети, в окрестностях кратера Нго-Рон-Горо и великого африканского разлома Рифтовой долины. Британские и немецкие колонизаторы в Восточной Африке больше всего боялись столкновений с этим племенем. Масаи всегда оказывали им жестокое сопротивление. В XIX и начале XX века они сумели выжить и доказать европейцам права на исконные земли своих предков. Но они не сумели противостоять натиску цивилизации конца XX века. За последние 30 лет Масаев выселили из большей части их земель. Белые люди запретили пасти там скот, объявив их в земли заповедными. Богатые туристы, приезжавшие в Танзанию на сафари, желали видеть животных, а не полудиких оборванцев. Жителям деревни Алпопонги мы приготовили подарок – козу, которая незамедлительно была разделана. Вся жизнь Масаев вращается вокруг их скота. Это и мясо, и молоко, и даже кровь, которую пьют как целебный и питательный напиток. Шкуры используют как подстилки. Скот также обменивают на другую пищу. Мясо Масаи едят крайне редко, так как стараются беречь поголовье своего скота, ведь количеством домашних животных измеряется их благополучие и количество жен. Часть многочисленного племени под давлением современных реалий переходит к оседлому существованию. Но многие еще сохраняют традиционный кочевой образ жизни с первозданными традициями, которые поражают своим своеобразием. Дома Масаев, по понятиям европейцев, неудобные и довольно низкие, в то время как средний рост мужчин племени не менее 1 метра 80 сантиметров. Строительством занимаются в основном женщины, обмазывая каркас коровьем навозом. Масаи живут в деревнях по 5-6 семей, вокруг которых строят заборы с колючего кустарника и шестов, чтобы защититься от нападения африканских хищников, львов, гиен и гепардов. Этот куст называется Уэйтебит Акеша. Такие колючие ветки мы используем для того, чтобы сделать ограждение вокруг деревни. Крааль. Листья дерева мы используем для улучшения пищеварения. Обычно мы жуем такие листья, когда нужно съесть как можно больше мяса коровы или козы. Здесь же у костра, во время нашего импровизированного пира, готовится чудодейственный суп. Это варево имеет множество вариантов. В него добавляются лекарственные растения, подобранные для лечения любого недомогания. Масаи лечат себя самостоятельно, опираясь на традиционную медицину. Есть средства от любых недугов. Это помогает, если у вас проблемы с глазами, спиной или ногами. За неспешными разговорами у огня, невольно забывая, что это не пикник на даче. Вокруг саванна, территория дикой природы с ее правилами и вечной борьбой за существование. Вокруг много гиен, леопардов и львов. Они довольно опасны. Но самые опасные животные – это гиены. Потому что они убивают наш скот. Мы всегда говорим, что лучше львы или леопарды. Потому что львы и леопарды убивают только одно животное – корову, козу или овцу – и уходят. Но гиены ведут себя по-другому. Они могут покусать все стадо. Несмотря на нелегкую, по представлениям европейца, жизнь, Масаи вполне счастливы и довольны собой. С их лиц нисходит белозубая улыбка. Танцуя, они высоко взлетают в воздух, звеня многочисленными браслетами, стараясь не сгибать ноги. Чем прямее ноги и выше прыжок, тем здоровее парень, тем легче ему будет жениться. К сожалению, долгое естественное существование этих удивительных гордых племен едва ли продлится. Хадзе, Датоге, Масаи и другие племена Танзании слиты с природой гораздо крепче, чем человек цивилизованного мира. Но природа меняется под натиском цивилизации. Саванна распахивается на поля, повсюду видны плантации, кофе и чая. Тур-индустрия, технологии, механизации разрушают среду обитания исконных хозяев этих земель. В природе все взаимосвязано. Нарушить хрупкое равновесие человеку сегодня легко, как никогда. Как бы удивительно и даже смешно это не звучало, жизни Хадзе в ее традиционной форме угрожает уничтожение мухи ЦЦ. Дело в том, что истребление этого неприятного насекомого помогло скотоводам продвинуться дальше и захватить территории, раньше принадлежавшие охотничьим племенам. Там, где были леса и свободные пространства, изобилующие живностью, теперь распаханные поля и стада крупного рогатого скота. Население Хадзе сокращается и оттесняется на болото и пустоши к югу от озера Яси. А ведь Хадзе – одно из последних племен, на примере которого мы можем увидеть, как жили наши предки полтора миллиона лет назад. Пройдет еще пара десятков лет, и, быть может, это племя навсегда исчезнет с лица земли. Цивилизация – жадная, любопытная и безжалостная машина поглотит этот островок каменного века в веке 21-м. Если это действительно колыбель человечества, значит, именно здесь будет спета последняя колыбель. Субтитры создавал DimaTorzok